В 2023 году Ульяновский аэропорт Эмини-Карамзина установил рекорд по перевозке пассажиров. 615 тысяч путешественников прошли сквозь рамки Боротаевского воздушного причала. За последние два года появилось три новых авиасообщения с минеральными водами, Калининградом и Махачкалой. В планах расширять географию. Возможно, уже в этом году ульяновцы смогут напрямую попасть в Нижний Новгород и в столицу Белоруссии Минск. Об этом шла речь на коллегии областного Минтранса. Для того, чтобы дальше эту сеть расширять, конечно, нам необходима реконструкция перрона. На эту тему мы с Владимиром Владимировичем сегодня уже поговорили. Требуется порядка полутора миллиардов рублей. Нам необходимо расширить стоянки, чтобы больше воздушных судов могли встать на стоянку. Ну и сам перрон, конечно, требует ремонта. Также необходимо работать по вкуплению кадрового потенциала. Ульяновский институт гражданской авиации – ведущий вуз, который готовит 70% пилотов в стране. До 2026 года на площадке института планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект также презентовали на коллегии. Судили перспективы развития нашего института гражданской авиации. Как вы знаете, у нас существует потребность в строительстве физкультуры-оздоровительного комплекса. Над этой темой мы также продолжим работать. Наметили цели, задачи, которые нам предстоит решать. И в текущем году все эти условия будут выполнены. Еще одним значимым достижением 2023 года стало возобновление пассажирской навигации по Волге. Комфортабельное судно «Метеор» курсирует по маршруту Казань-Ульяновск-Казань. Оценить водное путешествие смогли 640 пассажиров. Востребованным был и железнодорожный транспорт. За три года количество людей, воспользовавшихся услугами перевозок пригородными поездами, выросло на 40%. В 2023 году начал курсировать поезд по маршруту Ульяновск-Казань. Работу транспорта в регионе оценил заместитель министра федерального профильного ведомства Владимир Потешкин. Поставленные руководством России задачи выполняются своевременно и качественно. В этом есть немалая заслуга и работников транспортного комплекса Ульяновской области. Благодарю руководству области, всех работников транспортного комплекса региона, коллектив Ульяновского института гражданской авиации за достигнутые результаты. Дальнейших вам успехов. В Ульяновской области продолжает активно развиваться и улучшаться дорожный вопрос. В 2024 году отремонтируют 28 участков дорог протяженностью более 74 километров. Модернизация дорожного полотна проходит благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.